всем привет никогда не подумала что мне придется вам такое видео снять если хотите чтобы вашу вашу посылку украли вскрыли украли внутренности отправьте ее почтой россии вот с этой почты вот она почта россии вот это вот она отправила я ребенку посылку вот она церковь рядом находится вот совсем недалеко здесь вот за этими деревьями церковь находится я смотрю люди совсем и бога ничего не боятся отправила я посылку ребенку своему хожу мама отправь отправь мне ноутбук я говорю олег такие посылки почты не отправляются поступил он у меня на бюджет в университет в новый город новосибирск у него лекции там будут по программированию уже начнутся говорит что мне двойку поставят у меня ноута нет покупать новый ноут это как бы не входит в наши планы потому что у нас мы себе домой антону купили новый ноутбук а тот который у нас был решили отдать этому старшему сыну ему для учебы ему будет его достаточно вот она там церковь за нами идет дождь вот волнуюсь конечно я и он мне вчера звонит что говорит мам пришла посылка во первых девушка которая собирала эту посылку она знала что там лежит ноутбук она знала прекрасно знала она нам даже очень любезно помогала эту посылку запаковывать сказала кладите наверх его аккуратненько наверх я говорю там коробки не кидают нет не кидают что не должны сильно кидать мы его запаковали она нам помогла запаковать я говорю когда уйдет посылка это было суббота рано утром когда говорю идет посылка она сказала что уйдет в субботу после обеда это было утро сейчас горит на утреннюю не успеет хотя она должна была до обеда уйти это но это-то ладно мы стали отслеживать по треку посылка ушла встановом напротив церкви посылка ушла наша только во вторник ушла наша посылка только покинула сортировочный пункт вот я сын мне вчера звонит и говорит мама зачем ты мне все говорит лежит понятно что все мне это пригодится а зафига говорит ты мне столько макарон положила и муки я говорю смысле муки какая мука зачем я сыну буду муку класть посылку подумайте только зачем сыну мука ребенок мальчик тем более что он там блины будет печь в общаге там у них даже кухни нет вот и плитки запрещены потом горит макароны по красной цене там были макароны по красной цене сколько там пальчик я он не это все снял все это на видео я его попрошу эту посылку обратно я попрошу его обратно чтобы он не либо прислал либо что там пусть по штрих-кодам отслеживают как-то товар этот я сейчас хочу зайти вот на эту почту хочу зайти на эту почту на почту и посмотреть вот этот товар вот эти макароны по красной цене доширак там был макароны доширак и мука я еще вторую посылку не видела внутренности я хотела конечно снять обзор но мне антошка говорит мам да что ты будешь тут это снимать что я жалею то что я не сняла я сняла уже там ему немножко вставлю в нарезку нарезку я там ставлю как мы отправляли эту посылку а сейчас зайдем на почту и посмотрим этот есть там этот товар или нет посмотреть этой девушки в глаза вот на этой почте на этом сортировочном столе вот здесь вот здесь собирали пакованы посылки там девушка макароны эти я не вижу но я все равно задам ей вопрос спрошу вот мне вчера ребенок позвонил вот он мой паспорт ноутбука нет в посылке мы с вами паковали его наверх вместо него вместо него лежат макароны мука лежит доширак а посылки нет ноутбука нет я не знаю запаковали она когда покинула сказали что в субботу сортировочный пункт чеки чеки остались у меня в машине она во вторник покинула сортировочный пункт не в субботу давайте сейчас я вернусь так мы что побывала я на почте написала заявление девушка тоже заявление написала как оказалось там даже мы на почте скотч другой клеили и вообще все по-другому хорошо что у меня есть видео а сейчас я иду в прокуратуру города волок да надеюсь они мне не откажут в приеме я напишу заявление пусть дальше уже ведется расследование и общими силами надеюсь что ноутбук вернут там где-то на сортировочном пункте мы посмотрели как отслеживалась посылка на четыре дня здесь в городе по бра пробыла хотя должна была раньше покинуть сортировочный пункт но это пусть уже дальше органовые так олежка ну что вот она тебе вот эта коробочка такая тяжелая здесь банки но как сгущенка и здесь вот такая большая один не донесешь поэтому с кем-нибудь дениса проси что вместе пойдете так это то что вот лежит у меня в маленькой посылке я все туда доставать тебе не буду покажу пакеты пустые были конфеты чай 3 и такая банка 4 это короче все в большой посылке здесь вот в красном пакете эти злополучные какие-то подкидыши вот то что здесь вот дошираки шара за всякое яблоки которые начинают портиться и мука плед я хочу придать эту историю огласки чтобы не было повадно другим дело в том что мое заявление переадресовали его воды города вологда вот вызывал меня следователи составили все под протокол воссыны не там произошло это в сентябре месяце видите еще трава на улице сейчас уже лежит снег больше никто не звонил ничего не вызывал все видеоматериалы находится у следователя также у нас есть чек все чеки все сохранены на ноутбук тоже документы есть хотелось бы на чтобы виновное лицо наказали и как мне сказали что наш случай не единичный вот очень даже интересно почему тогда такие сотрудники до сих пор и работают на почте если этот случай не единичный неужели по видеокамере нельзя вычислить тем более они работают под видеокамерами нельзя вычислить эту крысу хотелось бы чтобы нам вернули стоимость ноутбука понятно что за ноут в тюрьму не садит но чтобы стоимость ноутбука нам вернули я просила девушки я и говорила там на видеокамере видно что давайте я составлю опись дайте мне бланки я буду заполнять она сказала ничего не нужно заполнять сейчас все упростили ничего не нужно тут еще из-за коронавируса что все в масках ничего не нужно я эти никакие описи не нужно я говорю ну как не нужно не нужно и вот она даже бланки вы видите наклеены все на компьютере набрано я только подпись поставила обратите внимание там был скотч белый а здесь скотч уже синий и вообще по-другому даже наклеен вскрыты обе посылки даже фэри понадобилось представляете фэри даже понадобилось вытащили фэри обувь высылала ребенку в обувь туда ложила тушенку сгущенку в обувь в середину ничего там нет три килограмма посылки вытащили самое вкусное что можно студенту послать понятно все такое что не портится вытащили все самое вкусное самое ценное вот но фэри вытащили это вообще я в шоке неужели я говорю там сотрудники почты голодают она потом может посуду нечем помыть поэтому если вы будете отправлять посылку обязательно обязательно опись настаивайте даже если вам сотрудник говорит не нужно настаивайте и сделайте эту опись неприятная такая ситуация возникла спасибо за просмотр кто досмотрел видео до конца будем надеяться на положительный результат а я хочу придать эту историю огласки и чтобы граждане наши граждане нашего поселка и города волок да и других регионов были более бдительны и внимательны спасибо всем